Всем привет! Мы находимся в магазине Desort. Меня зовут Сергей. И сегодня у нас обзор линолеума Sinteros Status. Это полукоммерческий линолеум. О чем я расскажу? Я расскажу о технических характеристиках, что они значат, куда стоит использовать этот линолеум, куда его использовать не стоит и почему. Расскажу, какие есть аналоги у него, технические характеристики, и покажу дизайн. Их не так много. Ну и давайте начнем. Сначала технические характеристики. Толщина 2 мм, не толстый. Защитный слой 0,4 мм. Это уже полукоммерция. Это самый низ полукоммерции. 0,4 до 0,7 мм. Это полукоммерческий линол. 0,7 и выше это уже коммерческий. Основа на пене. Обратная сторона. То есть основа вспененная. И тиснение механическое. Что это о чем это говорит? Во-первых, оно не глубокое. Линолеум почти что гладкий. И тиснение такое. Оно не повторяет рисунок. То есть моется он просто. Скажем так, он почти гладкий этот линолеум. Итак, посмотрим теперь, что же значат эти технические характеристики для нас, обычных потребителей этого линолеума. Значит, продавливаемость низкая. Почему продавливаемость низкая? Во-первых, сам линолеум не толстый. Особо продавливаться нечему. Во-вторых, он достаточно плотный. Поэтому те следы, которые остаются, они достаточно распрямляются обратно тоже неплохо. Это в среднем у него продавливаемость лучше, чем у большинства других линолеумов. И стираемость. На это влияет защита. 0,4 мм толщина. Это серьезная защита для дома. Это полукоммерция. В тапочках, ногами, босиком вы его 20 лет не протрете. В грязных зонах, если вы ходите в коридоре, в обуви и так далее. То есть его тоже хватает на долго. На долгий срок эксплуатации. То есть для дома более чем достаточно. Следующее. Комфорт и тепло при ходьбе. Они низкие. Это логично. Потому что, опять же, он не толстый. Поэтому особого комфорта быть не может. Вы близко к вашему полу, к бетону. Если это бетон. И тепло. Если пол холодный, то не очень он от этого спасет. Неровности пола скрывает так же плохо. Потому что он не очень толстый и плотный. Сквозь него все неровности пола будут видны. Уборка. Поскольку тиснение механическое и неглубокое, уборка очень простая. Убирать его приятно, не забивается грязь и так далее. Что касается волны, склонности к тому, что появлению волны к растягиванию. Растягивается он, не растягивается. В нем есть стеклохолст. Что касается волны. Волна появиться может. Он не очень тяжелый. Поэтому правильно его будет прижать плинтусами. И в идеале, как требует этого производителя, приклеить. Куда же его правильно применять? Какие лучшие случаи? Лучшее применение, которое я знаю, это для квартир, которые вы сдаете в аренду. То есть для съемного жилья. Почему? Потому что он прочно, его тяжело убить. Потому что комфорт там, как правило, не очень важен. Люди там иногда даже в обуви ходят. Квартиранты. Поэтому это идеальное решение. Неплохо на дачу. Потому что на даче мы тоже ходим часто очень в обуви. Достаточно грязно. Зимы он не боится. Он достаточно плотный. Зиму переживает хорошо. Отлично подойдет в коридор. Неплохо подойдет на кухню. Но все-таки, если вы ходите в тапочках. Или вы не очень. Вас страшат жесткие полы. Например, у вас основание не бетонное. А фанера не так чувствуется жесткость. Это прекрасный случай применения. Но если вы хотите комфорта. В спальню стоите босиком. Или в детскую. То не самый лучший вариант применения данного линолеума. Сейчас расскажу дальше. Какие есть аналоги. И почему они вообще есть. И если вам видео понравилось. Подпишитесь. Поставьте лайк. Задайте вопросы. Оставьте комментарии. Мы всегда стараемся отвечать на все вопросы к видео. Ну и давайте еще. Какие есть аналоги технические. И почему они есть. Значит, есть три коллекции. С точно такими же техническими характеристиками. У этого же производителя. Это Бонус. Актива. И Дива. Производитель вообще это называется Таркет. Но бренд Синтерос. Это недорогие коллекции этого производителя. Вот. Вот эта коллекция. Это эксклюзив большого дистрибьютора. Который сам для себя выбрал дизайны. Дальше я покажу эти дизайны. И торгуют только эта компания имя. Коллекция Актива. Это точно такая же техническая коллекция другого дистрибьютора. Компании Монарх. Вот эта компания Бобров. Актива. Это компания Монарх. Они выбрали свои дизайны. И делают их только для себя. Бонус. Это та коллекция. Которой торгует Target. Которой торгуют все дистрибьюторы. То есть она есть у всех. И наконец коллекция Diva. Она делается не под брендом Синтерос. Она делается под Таркетом. Но она точно такая же по техническим характеристикам. И единственное отличие. Там все дизайны под плитку. Все. В принципе. Если вам по техническим характеристикам подходит статус. Вам точно так же по техническим характеристикам подходят и эти коллекции. Это самый бюджетный коммерческий линолеум. У других известных производителей, у такого как Идеал, у такого как IBC, в нашем магазине аналогов нет. Возможно, они и есть, но коллекции меняются часто достаточно. Я вот в нашем магазине аналогов нет, поэтому аналогов конкурентов, к сожалению, привести не могу. Теперь покажу дизайны. Дизайны заслуживают внимания, они не совсем обычные некоторые. Поэтому покажу. Есть чудесный такой дизайн, называется Tepper 1. Это некрупный геометрический рисунок белого, серого и бежевого цвета. Чем хорош? Пыли, грязи на нем не видно. Для кухни, для коридора прекрасное решение. Следующий дизайн. Это на самом деле Bedrock 1. Вообще один из моих фаворитов, потому что такие дизайны есть только в коммерции. И если вам нужен дизайн коммерческого плана с абстракцией, это супер решение. Бежево-серого цвета такого, непонятно, что это, бетон, не бетон. Но такой пол, на котором точно не видно никакой пыли и грязи, абсолютно. Классный дизайн под плитку, сочетание крупной и мелкой плитки в сером цвете, антика 1. Достаточно, ну, перепады большие между плиточками по цвету. Интересный, яркий дизайн. В холодном достаточно сером цвете. Значит, и три дизайна под дерево. Это... Ой, показываю вам обратную сторону, извиняюсь. Марио 2, узкая доска. Вот эти дизайны чуть более тесненные. В коричневом цвете. Марио 2 точно такой же дизайн, но в светло-сером цвете. Марио 1, узкая дощечка такая. И широкая доска под ламинат. Вот, дизайн Леон 3, тоже в коричневом, теплом цвете. Здесь уже ширина доски стандартная, не узкая. В принципе, это и все. Подписывайтесь на нас, приходите к нам в магазин. Спасибо!